Перцы с глазами, улыбающиеся драконы и контейнеры с ножками. В этом плюшевом королевстве, возможно, все, ведь здесь создают мягкие игрушки. В преддверии Нового года на предприятии семьи Ипполитовых царит особая атмосфера. Но прежде чем упакованные изделия отправятся на полки магазинов, они проходят долгий путь. И начинается он с маленького кусочка бумаги и вдохновения дизайнера. Вы, наверное, видели одежду, которая состоит из маленьких деталей. Вот с игрушкой все то же самое. Она объемная за счет того, что ее голова состоит сразу из четырех, из пяти маленьких лекал. Так вот, после создания эскиза я разрабатываю лекала на ткани, на бумаге, для того, чтобы потом это все вырезать из ткани. Вот, это может быть, это пяточка, это может быть половина тела, половина, или вот, это может быть и ушком, а может быть и хвостиком. По словам дизайнера, вдохновение можно найти даже в серых буднях. Главное – видеть прекрасно в мелочах и чувствовать характер будущей игрушки. Кстати, всего в библиотеке предприятия более четырех тысяч видов изделий. В этом году главный зверь на фабрике – дракон. К разработке его дизайна Татьяна Пикалова приступила еще в прошлом году, ведь чтобы успеть к празднику, негласным помощникам Деда Мороза нужно готовить сани летом. Мы создавали определенные модели, определенное настроение. Мы работаем с клиентами, которые у нас ежегодно заказывают игрушку в виде конфетниц. То есть мягко набивная игрушка, внутри есть отдел для того, чтобы положить туда маленький пакет с конфетами. И вот мы с ними, начиная с ноября, обсуждаем модели, делаем пробные какие-то варианты. Мы стараемся делать ограниченную серию, чтобы выбор был понятный, и чтобы игрушка была разнообразной, чтобы это было интересно и для девочек, и для мальчиков, и она была более практична. Порядка десяти моделей, скорее всего. Утвержденный эскиз игрушки, или, проще говоря, инструкции, отправляется в закройный цех. Здесь километры ткани превращаются в аккуратные детальки. Опасной для обывателя техникой управляет специалист, но даже ей нужно смотреть в оба, ведь за минуту лезвия машины режут до 20 слоев ткани. Затем будущие лапки, ножки и хвостики складывают стопочкой и относят в швейный цех. Вот выдается игрушка. Мы ее разворачиваем. Тут есть в ней лапки, подбородок, мордочка, ушки. И для этого, чтобы прошить ее правильно, у нас есть инструкция. По этой инструкции мы читаем, что куда пришивается. И естественно, что идет все сразу под машинку, и получается у нас игрушка. Была пошире игрушка, надо наперед. Случайно. Да развернули, получилась голова на спине. Ну, это бывает очень редко, но это тоже весело. Бывает и такое. И если настроение в коллективе задают смешные случаи и дружеская атмосфера, то за эмоции игрушки отвечают оформители. В руках этих мастериц плюшевые звери получают носик, глазки и улыбку, а некоторые еще и бантик. Кропотливая работа требует внимательности и усидчивости. За день через руки специалистов проходит более 200 игрушек. За месяц – более 10 тысяч. Как только наша игрушка приобрела знакомые черты медведей и напиталась с положительными эмоциями, самое время придать ей форму. Делать мы это будем здесь, в набивочной, и прямо сейчас поучаствуем в этом процессе. Здравствуйте. Здравствуйте. Включайте. Готовые пузатые игрушки отправляются на полки магазинов, где их ждут преданные покупатели. Интересно, что история предприятия, о котором теперь знают во многих городах России, началась с любви Ирины Ипполитовой к рукоделию. За 33 года локальный производитель вырос до масштабов серьезного предприятия, обзавелся дружным коллективом и профессиональной техникой. Сейчас мы закупили новое оборудование для печати. Вот оно, видите, здесь стоит. На ткани можно печатать любой рисунок, любую игрушку. Нам, поскольку в мире, конечно же, есть для производства игрушки корпорации сотни миллиардов долларов, от разработки до рекламы и до производства, нам, конечно, очень сложно конкурировать с этим огромнейшим бизнесом. Очень сложно. То есть мы должны выпускать то, что не делают они. За годы работы крымская мягкая игрушка создала более 10 миллионов плюшевых любимцев детворы, вошла в топ-100 лучших товаров полуострова и многократно становилась партнером крупных торговых сетей. Каждый год этот дружный коллектив исполняет желания сотен детей и загадывает кое-что для себя. Хотелось бы, конечно, чтобы российские производители, владельцы авторских прав, как типа там мельницы и прочие, которые делают мультфильмы, обратились не на зарубежных производителей, а обратились бы к нам. Как, например, там сделала горосполком Симферополь, они недавно нам заказали пчелки. Недавно заказали пчелки. Хотелось бы, чтобы нам не отказывали. Я обращался в одни предприятия по нескольку раз и получал категорические отказы. Категорические отказы. Возможно, через 10 лет обратятся к нам. Я надеюсь. В этом году к новогоднему празднику крымская мягкая игрушка шила около 3000 мягких драконов. Найти уникального плюшевого зверя в магазинах практически невозможно, ведь все экземпляры делались на заказ или были распроданы еще осенью. Но кто знает, возможно, именно вам подарят того самого дракона, созданного в семейной и дружеской атмосфере людьми, обожающими свою профессию. Дарья Гзюнова, Александр Устич, Юрий Леутин, Александр Косманенко, Севинфорумбюро, Евпатория.